Всем привет, с вами команда Car2Day. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно вязать петлю на лидкоре. У нас будет лидкор с свинцовым сердечником и также лидкор без свинцового сердечника. Длину лидкора подбираем следующим образом. Сама длина лидкора плюс 16 или 20 сантиметров мы оставляем на петле. После этого чуть ниже того места, где мы с вами будем вязать петлю, нужно сделать вот такую завитушку, для того, чтобы свинцовый сердечник не убежал вниз по лидкору. Достаточно просто сдвинуть оболочку и достать свинцовый сердечник. Отрезать нам с вами нужно 8 сантиметров. Откусываем. Двигаем оболочку по лидкору. У нас с вами образуется место, где свинец заканчивается и дальше начинается полая часть лидкора. Нам потребуется специальная лидкорная игла. Она очень тоненькая сама по себе и очень гибкая. У нее есть замочек. Замочек мы с вами открываем и в месте, где свинец заканчивается, нам нужно наколоть иглу на лидкор. Вот таким вот образом протолкнуть в сердце оплетки и продвинуть ее где-то примерно на середину иглы. Это где-то 3-4 сантиметра. После этого иголку вытаскиваем. И самый важный момент при вязке петли это то, как вы качественно сможете ухватить кончик лидкора. Именно от этого и будет зависеть легкость вязания. Вот мы захватили кончиком иглы верхнюю часть оплетки. Закрываем иглу и легкими движениями, не торопясь, протягиваем. Никаких крутящих движений. Все плавно, нежно. Если вы все сделали правильно, то игла у вас должна скользить достаточно легко. Также для этих целей можете перед этим смочить иглу, чтобы она проходила еще более плавно. Вот у нас с вами показался кончик. Вот в таком положении у вас будет, когда вы вытащите иглу. И дальше есть два способа. Первый способ мы с вами рассмотрим, когда мы будем использовать монтажный клей. Второй способ это когда мы будем использовать специальный оплавленный шарик лидкора. Так как на динамических нагрузках бывает такое, что лидкоры распускаются. Чтобы этого не происходило, мы заплавляем немножко ворсистый кончик. У нас с вами получается вот такой заплавленный шарик. И именно он и будет стопорить вылет лидкора при динамических нагрузках. Полностью затягиваем лидкор. На самом деле, если вы сделали хорошую петлю, в принципе лидкор распускаться не должен. Хорошая петля это где-то 3-4 сантиметра. Чем больше материала вы проденете через сам лидкор, тем прочнее будет ваша петля. Но такой трюк с шариком очень эффективен и он дает гарантию, что ваш лидкор на 100% не распустится. Сейчас поговорим о том, как вязать лидкоры, которые не имеют свинцового сердечника. Здесь на самом деле все те же правила, как и при вязании лидкора сердечником. Отмеряем 8 сантиметров для вязания петли. Иглой ползаемся в сердце лидкора. Проходим наполовину, где-то 3-4 сантиметра. Иглой выходим наружу. Замочек раскрыт. Также сейчас мы с вами поговорим о том, если вам на петлю нужно одеть какой-то вертлюжок или быстросъем, то сделать это нужно именно в этот момент. Вот мы одели с вами, например, вертлюк. Ну и теперь самое главное. Лидкоры без сердечника очень капризные при вязке. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным и постараться захватить кончик очень грамотно. Если у вас вдруг он распустился, лучше отрежьте ворсистую часть и захватите кончик снова. Вот мы его одели. Также без крутящих движений, потому что при сильных и крутящих движениях вы можете сломать иглу. Поэтому здесь осторожно, ничего сложного. Также мы сейчас с вами поговорим о том, если у вас вдруг убежала петля, вы так случайно связали и резко дернули, петля у вас затянулась, что нужно делать для того, чтобы вернуть петлю на место. Вот, посмотрите, петля ушла, ее практически нет. А ее нам нужно как-то вернуть обратно. Потому что она нам нужна. Мы иногда привязываем лидкоры петля к петлю и большая петля здесь необходима. Для этого нам с вами потребуется вот такой специальный инструмент. Можете взять любое что-то конусное, насадить и протаскиваем на широкую часть. Вот, посмотрите, как лидкор распускается. Видите, у нас с вами получилась петелька. Все хорошо. Этот трюк берем на вооружение. Дальше, для того, чтобы у нас полностью лидкорный материал ушел внутрь петли, отрезаем, но с маленьким запасом. Дальше начинаем затягивать. И посмотрите, как у нас полностью лидкор ушел сам в себя. Здесь связано все очень красиво. Все хорошо. В принципе, если вы свяжете, как мы и говорили, петлю длиной 4 см, то лидкор распускаться не будет. Но можно использовать монтажный клей. Но проклеить нужно только вот эту часть. Там, где лидкор выходит из петли. Потому что, если вы будете проклеивать всю петлевую часть, то он станет очень грубым, жестким, и вы не сможете мягко им манипулировать. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Идеальный лидкор. Также давайте поговорим с вами о небольшом трюке, как делать и вставлять вертлюжки петля в петлю на лидкоре. Вот наш вертлюжок. Просто продеваем лидкор в него. А потом петлю одеваем на самого себя. Здесь есть маленький трюк о том, как затягивать саму петлю. Вот команда Carp2day использует вот такой способ одевания петли. Мы никогда не протаскиваем петлю дальше. Она у нас находится вот в таком положении. Это очень гармонично, компактно и позволяет нам легко снимать петлю при необходимости. Большинство рыболов делают вот такой вариант. В этом случае лидкор сильно затягивается, работать с ним неудобно, он перекручивается вокруг себя. И достаточно толстый. Ну вот мы с вами рассмотрели, как правильно взять петли на лидкорах с сердечником и без сердечника. И главное рассмотрели некоторые трюки и хитрости. Поэтому берите их на вооружение. Всем привет!